Вновь Лариса Изюмченко спрашивает, из чего вы черпаете вдохновение? Ух, это вопрос такой глубокий вдохновения. Но вы знаете, Лариса, оно как-то, в общем-то, и не исчезает, это вдохновение. Я, потому что, наверное, оно приходит, вот источник его очень глубоко находится. Находится в удивлении миру, в удивлении тому, что я вижу, способен вообще видеть. В удивлении то, что мое сердце может любить. А эта вот, вот эта вибрация, она не исчезает, поэтому и вдохновение не теряется. Вот я думаю, что если возникают, могут возникнуть у кого-то такие черные полосы Билайна в жизни, такие вот, м-м-м, все плохо, вот эти вот депрессники, ну вот тогда, наверное, и теряется. Это вот ласковая штука вдохновения. Наверное, я так предполагаю, поскольку я вот не подвержен вот этим таким жутким изменениям. По крайней мере, вот. Тьфу-тьфу, пусть так и будет. Ну, глубина всей этой вдохновения находится, мне кажется, странно может прозвучит, в приятии того, что происходит, в приятии вообще устройства мира. А раз есть приятие, значит, не возникает сопротивления. А раз не возникает это вот сопротивление, то энергия не течет, она же не... Ну, нет сопротивления, ты просто принимаешь, что вообще все. И энергия тогда, которая вот тебе дается с пищей, она распределяется по... Она распределяется в такую потенцию, в стремление что-то создать, сделать. Если бы она утекала в неприятие, это значит, была бы какая-то вот агрессия, желание там, мх, все улучшить, поменять, исправить тех, кто плохие, сделать хорошими, ну и так далее. Это тоже, кстати, такой импульс для того, чтобы творить. Но он обусловлен, он такой взрывной. Потому что если что не так, то энергия быстро исчезает. Потому что все не так, и сразу все не так. Вообще все. И недотворчество вроде бы. Или назло всем докажу, напишу такую картину, чтобы, блин... Ну, может быть. У меня не так. У меня как-то все это вдохновение, она как-то связана была с тем, что... с тем, что я когда-то увидел, что мир живописи, в мире живописи есть настоящие мастера. Вообще все началось, наверное, с Врубеля, Коровина. И... Вот эта громада, лавина мастерства, чувства, силы... Оно передалось. Оно меня заразило бесконечным вдохновением. Сначала изучить все это. Попытаться почувствовать, понять, как... как... как писал, как мыслил мастер. Ну, я Врубеля. Если вспомнить Коровина, это... феерия цвета. Если вспомнить фешина... Я вообще... Началось все даже еще раньше, с Репина. И вот эта громада мастеров, она, конечно... Это... Это твой двигатель, мой двигатель. Вот он бесконечный. Это ресурс, который... Это вот прям... Он работает и работает, потому что... Е-мое, столько всего создано, гениального... Такой красоты. Это переполняет восторгом. Так что, наверное, вот вдохновение изначально черпалось из восторга, который я испытывал, глядя на произведения великих. Я поэтому часто говорю, что проводите в музей, если теряется вдохновение. Но смотрите живьем. Вот живьем тогда это заряжает. Живьем надо картины смотреть.